Тверские школы переходят на дистанционный режим обучения в связи с тем, что период нерабочих дней для профилактики коронавируса продлен до 30 апреля. Но остановить учебный процесс это не должно. Школьники продолжат получать образование и готовятся к экзаменам. Как будет проходить обучение в новых реалиях, рассказывает наш корреспондент. Вот это инфузория Туфелька. Учитель по биологии Екатерина Христенко включает прямую трансляцию в Инстаграм, приблизив камеру телефона к микроскопу. Таким образом, даже лабораторные опыты можно проводить дистанционно. Дети могут присоединиться к этой трансляции, я могу рассказывать о том, что мы наблюдаем под микроскопом, и они будут это слушать, задавать вопросы в онлайн-режиме. Пробную мы вчера проводили, детям понравилось. И решили, что такая форма работы нас и их, и меня устраивает. Из-за угрозы распространения коронавируса школьные каникулы перенесли. За это время образовательные учреждения успели подготовиться к тому, чтобы продолжить обучение в уже дистанционном режиме. Прежде всего мы сделали общий анализ того, насколько наши ученики готовы к различным формам организации учебного процесса. Есть и такая группа, которые не смогут выходить в интернет, соответственно, через смс-оповещение мы будем работать с ними индивидуально. Для учителей тоже индивидуальный подход. В основном все они будут работать из дома. Но если такой возможности нет, можно приехать в школу. Здесь проводится вся необходимая обработка и обеззараживание помещений. Сегодня мы пробуем заниматься по математике. Видите, ряд примеров у нас задом. Урок выглядит примерно так. Учитель, как и обычно, выступает перед учениками, задает задания и вопросы. Можно поднять руку виртуально, то есть нажать соответствующую кнопку. Школьники, говорят, волновались, когда и как возобновится обучение. Ну, конечно, потому что учебный процесс приостановлен, а экзамены сдавать все равно придется. В школе ты больше общаешься, а когда сидишь дома, более обстановка домашняя, комфортная, что ли, не знаю. Везде можно плюсы найти. Дистанционное обучение в перспективе дает широкие возможности. Например, выбрать любую школу для занятий, хоть в другом регионе. И частично в некоторых школах такая модель обучения уже тестировалась. Проводились онлайн-конференции и олимпиады. Но новые реалии заставили форсировать процесс. И в понедельник образователям интернет-ресурсам подключились практически все школы страны. Переход на дистанционное обучение – это, конечно, прежде всего вызов. Это эксперимент не только для нашего города, но и для всей страны. Лучшие умы будут заниматься тем, чтобы обеспечить бесперепойную работу этих ресурсов. Для обучения будут использовать разные онлайн-ресурсы. С их помощью можно не только проводить уроки, но и выкладывать домашнее задание, проверять его, выставлять оценки. В некоторых моментах такое обучение даже удобнее традиционного. И учителя, которые прошли специальные курсы, чтобы освоить новые форматы, уверены – подобный опыт пригодится и тогда, когда проблема с вирусом будет уже закрыта.